АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, Николай Соболев, популярный блогер, вчера был против Дианы Шурыгиной, но есть те, кто поддерживают Диану. И один из таких гостей приехал к нам из Эстонии, Владислав Копылков, блогер, который сегодня здесь, чтобы поддержать Диану Шурыгину. Встречаем его. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А может, еще что-нибудь протянуть хочет? Нет? Копылков-то. Плюс 300 тысяч? Что еще протянешь? Я хочу сказать одну простую вещь. Зал тише! Не-не, можете погудеть. Я думаю, что у Николая Соболева есть только его мирок. Другого мнения в нем нет. Нет, нет, нет. Я задумываюсь о всех, поверьте. То, что сейчас происходит с Дианой, это буквально сожжение на костре. Только это сожжение на костре метафизическое, которое происходит в интернете, когда на нее обрушивается шквал критики только за то, что девочка не боится своей сексуальности. Только за то, что она имеет смелость свою сексуальность демонстрировать. АПЛОДИСМЕНТЫ Она в коттедже не боялась своей сексуальности. Мне кажется, в коттедже она вообще ничего не боялась. Ваш нимб. Почему не видно нимбов над головой Николая Соболева и этой барышни? Они ведь святые. Конструктивности котел Николай. Хочу. Три момента в деле этого парня. Он жертва, 100%. А второй? Жертва нет? Первое. Алкоголя. Второе. Наркотиков. И третье. Слабого сексуального воспитания. А второй почему не сидит? Объясните, пожалуйста. Потому что если даже между ними что-то было, какая-то прелюдия, возможно, даже ласки, если девушка говорит нет, и он, даже если у него было изменено состояние, не в состоянии это воспринять, то он виновен по закону. Или вы хотите жить как в джунглях. Я вчера, я вчера наткнулся на интервью. Это то, что на самом деле надо уметь говорить нет, и надо уметь слышать нет. И если это нет прозвучало, будьте добры, услышьте его. Можно по-разному сказать нет. Я хочу как-то не говорили нет. Маша, а ты считаешь, что их звучало слишком тихо, или действительно Сергей, который сидит, отреагировал, что Диана видит звонок мамы и говорит нет, нет, не будем отвечать, продолжаю. Меня не насиловали, слава богу, но с маньяком я встретилась в подъезде, и когда он стал до меня домогаться, я в него швырнула все, что есть. Я его когтями стал царапать, я отбрасывал, то есть следы у меня были на ногтях, его крови, его быстро поймали. Быстро поймали. Это был подъезд. А здесь, когда ты уже лежишь, у тебя насилуют в комфортных условиях. Ты могла его отбросить, ударить, и какие-то были следы. А кто-то не знает, что делать, и погибает. Давайте посмотрим блок Владислава, который поддержал Диану. Внимание. Вот уже какую неделю не стихают страсти по поводу изнасилования Дианы Шурыгиной, и, на мое удивление, большинство совершенно неправильно воспринимают эту ситуацию. Все как один решили, что Дианочка виновата в том, что ее изнасиловали сама. Изнасилование было, и этот паренек, который ее изнасиловал, виноват на 100%. И то, что он сидит 3 года, а не 8 лет, это, возможно, даже упущение российского правосудия. А почему ты выбрал сегодня эту футболку, пылай и полыхай, греши? У него мозги на донышке, друзья. Что поделать? Делает. Тише, зал. Вы сейчас обязательно его? Что он сейчас сказал такого, из чего вы сделали вывод, что у него мозги на донышке? Вот он говорит про джунгли, вот они джунгли. Общество говорит, она не права. Таким образом вы оправдываете преступника. Вы сейчас перешли к прямым оскорблением человека за свое мнение. Когда вы говорите, что она виновата, вы говорите тем самым он виноват. Давай, раз, перейдем к вопросу. Почему ты выбрал майку, придя на эфир сегодня, пылай и полыхай, греши? Я хочу сказать, что ваше шаблонное мышление завело вас в средневековье. Понимаете? Я могу написать все, что угодно. Это не ваше дело. Есть отличное предложение, Влад, ты как защитник, такой дефендер Дианчика. Послушай, Влад, послушай, я думаю, что если эти программы имеют такое развитие, почему бы тебе здесь, в прекрасном городе Ульяновске, не провести примерно месяц рядом с Дианкой? Так вот, где-то через месяц мы посмотрим, какую дыру в твоей душе прогрызет этот хорек. Это раз. А во-вторых, я вам хочу сказать, ребята, что Соболев один из самых вменяемых блогеров благосферия. Соболев, это все, что не так с Ютубом. Потому что человек, который абсолютно не харизматичный, абсолютно наполненный. Я согласен, я согласен, я согласен, я согласен, я согласен, я согласен. Павел, мы приглашаем вас на экскурсию по местам Дианы Шурыгиной. Нет, спасибо, спасибо. Из экспертов в герои. Паша, говори. На самом деле, смотрите, ситуация патовая. И патовая она даже не для Дианы, а для нашего общества в целом. Почему? Вот у меня было 39 до прихода на эфир, у меня было 39 тысяч подписчиков в Твиттере. Сейчас 140, по-моему, с чем-то. В Перископе у меня было 120, сейчас 140. И ты не спишь ночами, потому что тебе нужно отвечать. Да, я не сплю ночами. И сейчас я вот на себе этот хайп, я молодежным сленгом за 4 дня всецело овладел. Хайп, слыша рит и прочее, да, то есть вы сейчас, вот у вас могут глаза на выкат сделать. На самом деле, теперь я дядя Паша в интернете, как ты дядя Андрей. Да, вот два дяди, все ждут, кстати, нашего совместного эфира в Перископ. В Пятнинске пришел и устроил программу про себя за 5 минут. За 5 минут. Я не Яковлев, но тоже. Атам, я не Яковлев, но учился тоже у тебя. Андрей Николаевич, Андрей Николаевич, я про девушку Диану не слушаю уже целых 17 часов. Все приходят и рассказывают, какие у них сайты. Давайте покажем песню-микс на цитаты Павла Пятнинского, она тоже сделала народом. Паша, я твой поклонник, братан. Стоп! Почему вы сразу не сообщили в полицию? В смысле сразу? Стоп! В смысле сразу я спросила? Слышь, ты че такая дерзкая? У меня уже у двух помощников кровь из-за глаз идет, они отвечают там по сообщениям. Значит ли? Не слова-то пусть слова. Внимание! Слышь, ты че такая дерзкая? С точки зрения права, я считаю, что у Дианы единственная честная эмоция была тогда, когда показывали Сергея, она заплакала и схватила рот. То есть здесь все, и физиогномика, да, и артикуляция. То есть все говорит о том, что ты была расстроена и напугана, да, этим. И, на мой взгляд, она и ее родители сейчас боятся одного. Если сейчас она скажет, что это было по согласию или там еще какие-то моменты, она будет привлечена к уголовной ответственности. Дайте сказать, по 306 статье УК, да, за заведомо ложный донос. Но однако вам, вашим родителям и вашему адвокату надо понимать, что суд имеет право освободить от уголовной ответственности. А я рад, что эта ситуация случилась, вас освободить. Я рад, что эта ситуация случилась. Почему? Потому что таких случаев, увы, вы стали просто публичным случаем. А таких случаев у нас по стране масса. И сейчас, если вы откроете мой твиттер, посмотрите, что молодежь говорит, что мы у родителей не встречаем понимания. Нам надо с вами всем не сейчас не ее приклемить позором. И вот как Ольга сказала, она писание приводила, да. Писание еще другое. Осуждать нужно не человека, а грех. И если за ней какой-то грех есть, мы с вами там не апостолы и не судьи, это все будет. Плюс осуждать нам нужно суд и следствие. Потому что любой человек, у кого есть даже среднеспециальное юридическое образование, он поймет, что это уголовное дело в отношении Сергея как минимум странно. Где второй человек, который был в армии и не сидит? Где биология, да, что касается вот срезанных и все прочее? Нет, ты прилизанный и вообще можешь ничего не говорить, потому что... Я не утверждаю, я не утверждаю ничего. А ты, нет, ты утверждаешь, что изнасилования нет. Переход на внешность признаков. Сергей, давайте посмотрим, что говорил он. Внимание. Сейчас меня перевели на зону, и то есть я уже тут 10 дней. Ну, конечно, морально тяжело очень, ну, а в плане всего остального вроде как все хорошо. Также работают психологи, оказывают поддержку. Все тут меня поддерживают, все понимают всю ситуацию. Ну, тут таких очень много, по большому счету, с такими статьями. И очень много невиновных, на самом деле. Кто будет защищать насильников? Всегда! Это нормально! То есть он говорит, таких много, конечно, много насильников. И насильник всегда будет защищать насильников. Всегда вот эти вот группы, вот эти вот группы... Вот эти вот группы, всегда вот трекучку блокеров. Один блогер за другого блогера. Это нормально. То, что я сейчас сказала, это, блин, много невиновных. Он даже побежал звонить. В хорошей передаче показывали отрывок интервью с этим парнем. Он сказал, Диана, пожалуйста, веди себя в будущем иначе, или с тобой случится то же самое. То же самое. Фактически это признание того, что он его изнасиловал. Подожди, я вам говорю как практик. Мы теперь насильником, бесплодником. 80% людей, которые сидят в СИЗО и на зоне, виновны. 80%. Но 20% мы реально берем, это приблизительно, я говорю, на судебные ошибки, на заказные дела. И это и секрет, что это все есть. Поэтому твои крики о том, что насильник защищает насильника, нет. То есть они неадекватны, они не могут быть правдой. И насильник не самое страшное преступление. Но вы здесь обвинили маму в том, что она плохо воспитала свою дочь. На прошлой программе Наталья Шурыкина была, может быть, излишне эмоционально, Павел, и не смогла вам ответить. Но сегодня она тоже здесь, и за 10 дней она приготовила ответ вам, Павел. Встречаем, Наталью. Мам, ну куда, чуть не счастлива, туда. Здравствуйте. Наташа, вот какая ваша реакция была на то, что говорил Павел Пятницкий на прошлом эфире, когда вы уже сейчас осознали все происходящее уже так с расстояния 10 дней после эфира? Я думаю, что он буквально не слышит, о чем мы говорим, да? Наоборот, слышит. Он не слышит абсолютно. То, что говорим, что все анализы, все сделано было вовремя, и то, что два суда, это, это деятель. Искусство не слышит. А была экспертиза на детекторе лжи? Да при чем тут, подождите, вот давайте сейчас разберем. Вы сказали. Она преступница? Я преступница. Почему мы должны проходить детектор лжи? Мы преступники. Он преступник, он совершил преступление. Вот пусть он и проходит детектор лжи. Причем тут мама и папа. Они преступники. Он преступник, пусть он и проходит. Давайте не все сразу. Вы вопрос, что не слышат. Вы сказали, что сначала вы поехали. Что сначала... А, секунду. Вы, подождите. Вы сказали сначала, что поехали. Я только слышала, я вас не слышала. В больницу. Сняли побои в полицию. Потом вы сами же. Я просто как раз логическую цепочку делаю. И основываюсь только на том, что вы говорите. Я, как он, не держал свечку и не знаю, было, не было изнасилования. Такое ощущение, что детка, а как раз это не знаю. Нет, вы говорите, что вы поехали к врачам. Потом вы говорите, что в полицию. Потом вы говорите, рассказываете нам, это же есть зафь. А почему я вам должна в процессе рассказать? Что такое? Она позвонила и сказала, меня изнасиловали. Именно поэтому моя реакция была свеча. Вот у Атара три дочери. Любой отец, любой мужчина приедет и разорвет в хлам. Всех за свою дочь. Это первая реакция мужика. Здесь мы право убираем на стороне. Вы сейчас провоцируете на противоправные действия. Так хватит вам просто. Папа подкаблучника, который сам находится в зависимости с самого детства у мамы. Там же тоже статья, извините меня, было изнасилование. Папа подкаблучник и две аферистки, которые не прошли экспертизу на детекторе лжи. Пик ситуации тысячи в стране. Вот этому мужчине, я хочу тебе важную вещь сказать. Вы знаете, это, конечно, умилительно, когда 50-летний мужчина орет на девочку. Я хочу вам сказать очень важную вещь. Вот тот гнев, который существует относительно того, что есть ощущение несправедливости приговора, он должен быть адресован не Диане Шурыгиной. Жертве преступления. А суде, который вынес, по мнению многих, несправедливый приговор. Руслан Новославов из Ульяновска, ты рвешься, что ты хочешь сказать? Друзья, мы забыли о самом главном. Мы говорим о цифрах, о рейзинге, о хайпе каком-то непонятном. Передача закончится, Диане надо будет жить. Обвинять ее в том, что она сейчас пытается прославиться, ну это глупо. Любой из вас тут сейчас сидит, бьется, покажите меня, перекрикивайте друг друга. Вы все хотите в камеру, вы все хотите хайпа. Стоп, стоп. Первое, это первое. Вот вы сейчас то же самое делаете. Первое. Второе, Диана, позвольте я поддержать и дать тебе простой совет. Он, возможно, тебе не понравится, но запомни одну простую вещь. Родители, это не инстанция, вот последняя инстанция. Тебе еще жить, и ты будешь жить без них. И мое глубокое убеждение, что твои родители тебя реально подставили. И папа, и мама жестоко тебя подставили. Передача закончится, все выложат фотографии в Инстаграм, все сломят хайпа. И протестите, не сходите, что мы хотим добиться ненависти к ней. Вот ненавидят ее. Два слова, два слова. Зачем делать из этого культа, из этой ситуации? Из насилования, это страшное предупреждение. Секунду, Анна, у меня всего одно предложение, потом вы продолжите ловить хайп, хорошо? Диана, думай своей башкой, все. Давайте послушаем, что говорят жители о Диане во всей этой ситуации. На связи Ульяновск. Опозорились сами, город опозорили. А смысл? Девочка ведет себя настолько похабно, что не вызывает абсолютно никакого несочувствия, несострадания. Девочка провоцирует вот эти все действия противоположного пола к совершению таких действий. Я тоже обвиняю девчонок. Она сама этого хотела, она сама выпила, она сама полезла к ней, к нему даже. Ну, по мне виновата, конечно, девочка. И выпивала она там чуть-чуть на донышке. Это вина прежде всего семьи, родителей, которые не вложили ни в голову мальчика, ни в голову девочки. Как нельзя себя вести с мальчиком. То есть Ульяновск известен не только Лениным, но и Дианой. Так, сейчас мы успокоим зал. Короткая реклама сразу после нее. Как сделать макияж а-ля Диана Шурыгина за пять минут. А также народное творчество, посвященное Диане. Все это впереди. Оставайтесь с нами. Еще раз всем добрый вечер в эфире «Пусть говорят» накануне 8 марта. Самая популярная девушка в интернете Диана Шурыгина отвечает на вопросы, как изменилась ее жизнь после того, как история в разгар вечеринки стала известна всей стране. И после того, как Сергей Семенов получил 8 лет за изнасилование Дианы. У меня есть вопрос. Сейчас вы еще молодая, хорошо. Когда вы станете мамой, а у тебя есть дети, что они думают обо тебе? Вы можете представлять это? Да. Мне такой чушь, что это вообще первая такая история с изнасилом. Вообще первая такая ситуация. И то, что у семей, вообще у людей не бывает такого. То, что вот, как-то так. Я объясню детям, что бывают вот такие ситуации в жизни. Это очень тяжело, но я буду учить, чтобы... Я буду воспитывать своих детей. Эдуард Криленко, двукратный победитель конкурса «Мистер Вселенная», который на прошлом эфире тоже получил несколько приятных слов от семьи Дианы. Сегодня пришел на эту программу, чтобы рассказать, как изменилась его жизнь. Здравствуйте, дорогие зрители в студии. Андрей, привет. На самом деле улыбнулся бы всем вам, но настроение на самом деле не то. Я бы хотел сказать такую вещь, что меня, наверное, поддерживает вся Россия. И спасибо, что поддержали люди, потому что меня очень много написали с целью благодарности, потому что я верю теперь, что мы делаем все правильно. Но все мы знаем, что такое Диана. Это такой фрукт и ее троица семейная, которая запрягает эту Диану с таким способом заработка, который как торпеда ведет на нереальнейшие действия, которая спожорит потом молодежь. Я с вами уже говорила, не перебивай меня. Которая запрягает молодежь потом средством заработка, на последствии, просит деньги за свободу. Андрей, я на нашей программе говорил такие слова. Диана, измени, пожалуйста, свою жизнь. Попробуй ситуацию перевернуть в другую сторону. И ты сказала, да, ты вышла за кулисы, этого никто не знает. Я слышал, ты говорила такие вещи. Как я смотрелась, как я разговаривал, нормально я говорила? Ничего, нет. Все было вкусно или нет? Ты говорила эти слова. Я слышал, доказывает то, что ты фальсифицировала все и лжешь. Я понимаю все прекрасно. Подожди секунду, ты как повлишься. А раз у пупырино сидишь, а мы забываем одну вещь. Наша молодежь, к сожалению, дорогие зрители, реагирует не на то, что произошло, а на то, сколько у нее подписчиков стало, и какая у нее была известность сейчас. А парень молодой, который сидит за тебя в тюрьме, ребра свои считает. Это точно. Ну, давайте напомним, что говорила Диана Эдуарду на прошлом эфире. И пусть вы не дожди нет. Вы не дожди, как вы не дожди. Я бы не уличного не дожди не дожди. Вы не дожди. Нет, Эдуарда, у Эдуарда это больная тема. Давайте скажем, что Эдуард не хочет рассказывать, но его подружка тоже обвинила в изнасиловании, которого не было. Поэтому у него это так-то здесь... Она пришла, извинилась и сказала, прости меня, уговорил брат, хотели украсть у меня машину. Я объясню то, что было в моей жизни, и я не буду накопаться в вашей жизни, потому что в вашей жизни так понятно. Мне сказалось... Что тебе понятно? Ты что несешь? Безьян недоделан. Можно? Можно? Орга Львовна, хочу услышать Орга Львовна. Я хочу тебе задать вопрос. Меня волнует судьба и Дианы, и ее семьи. В маленьком городе, где все друг друга знают. Я не знаю, она вообще ходит в школу сейчас или только читает то, что ей пишут. Потому что ей жить, ей работать, ей учиться, а пока она читает этот бред, который ей пишут. Плюс и минус иногда очень талантливые. Вот спасибо вашему видео, да, потому что она про всех нас, а не только про нее. Ей же возвращаться туда. Я не думаю, что это будет легко и возможно. Давайте спросим Маму, что происходит сейчас, извините, с этой квартирой, которая закрыта, понимаю, да, и... Это же общежитие. Наташа. Мы уехали из Ульяновска уже где-то недели, две-три назад. Жить стало невозможно абсолютно, да? Жить стало невозможно, да. Но все знают, что было. Вы подумайте о других, как мы. Давайте договорить, как в конце концов. Зал, тише. Андрей, я бы хотела, во-первых, поблагодарить тех людей, которые поддерживают нашу семью. Мы просто, благодаря группе нашей поддержки, мы просто выплыли. Мы выжили. И, в принципе, в принципе, они знают правду. Как то, что происходит, видят другие, в принципе, для нас не важно. Потому что люди, люди умеют думать. Надо думать уметь своей головой. В принципе, в нашей группе. Именно... Можно ли мне, Маша? Я, на самом деле, хочу обратиться. Мальчику, можно сказать? Можно сказать? Маш, мой пап! Можно сказать? Мой, пожалуйста, я не могу кричать. Можно девушке дать слово, Маша? Я хочу, чтобы просто обратиться к Диане. Диана, сейчас ты, такое поколение молодежи, на тебя хотят равняться. И то, что я смотрю, мне так стыдно за девушек, за наших подросткового возраста. Потому что ты как себя ведешь? Ты орешь, ты говоришь матом. Это некрасиво. Девушка должна быть леди. Вот ты сидишь в платье, а хотела опять встать и показывать на всех пальцем и орать матом. Я тебя очень прошу, молодежь, которая тебя смотрит, покажи, какая должна быть девушка, какая должна быть леди. Маша, мне стыда за наших парней, которые свои причиндалы употребляют. С первой встречи девушку, которую видел первую встречу, которая выпила. Если бы девушка была леди, она бы не была там. Она бы не употребляла алкоголь. Выбила 99 лет. Выбила там. Почему ты сделал футболку? Мы в шоу всегда обсуждаем караоке-машине, всегда обсуждаем актуальные темы. И Дональда Трампа, и Ольгу Бузову. Эта тема обсуждения недели была Диана Шурыгина. Мы сделали как раз мем с таким перечеркнутым лицом. Прости, пожалуйста. Дианой, да, пока что не покажут. Я вам, на самом деле, вам предлагаю запейте, с Ольгой Бузовой сделал дуэт, вы соберете олимпийский. Вот это точно. А можно? За две недели продать билеты. Но пока есть другие песни в интернете, которые делают поклонники программы про Диану. Давайте послушаем еще одно. Внимание. Да немало судей, судимы не по факту. Дети без рассудка, на цепи разврата. Леги в банку, алкафарта. Но коли на дунышке, значит, безопасно. На 8 лет строгача посадили парня. Но за нами Бог, с нами и правда. Серые береги, бойцов, бою болью. С нами страна, не садимся без боя. Мы не понимаем тех, кто за Диану. Попал туда, несудимый по реалу. Сторона Сергея в воде, правда. Ее тупая мимика по всему контакту. Нигде весь по жизни срубить на лоплям. И если не фортануло, посадить парня. Сергей Семенов, жизнь там братка. Мы докажем, кто на самом деле виноватый. Андрей Владислав. Рэперы из Ростова записали эту песню. Такие жесткие. Да. Из Волгодонска. Вы из Волгодонска даже? Да, из Волгодонска. Ваша позиция по всему контакту. Мы хотели донести до слушателей, кто слушает рэп, чтобы подписали петицию. В чем петиция? Сергея Семенова. Он не виноват, по-вашему? Петиция должна быть одна. Пацан, пацан, парень молодой, должен думать головой, а не головкой. Все. Петиция одна. Ребята, ребята. Ребята, Диана, Наташенька, Наташенька, я хочу к вам обратиться. Вот я хочу все-таки, вот нашему китайскому... Секунду, нашему китайскому другу ответить. Вот на твой вопрос, что Дианчик скажет своим детям? Знаете, что она скажет? Ребят, она им скажет, когда никого не будет. Блин, я тогда так угорала. Вот что она скажет. Вот это раз. Дим, но, ребята, по закону жанра, по драматизации, по драматизации, секунду кудрявой, по драматизации случится следующее. В какой-то момент, и мы будем этому свидетелями, Дианчик и прекрасная Наташа в коричневых сапожках, они придут сюда, ребята, и они расскажут таки нам правду. И они скажут, что это был угар. И что этот парнишка сидит безвинно, как и те 20%, о которых говорит дядя Паша. Спасибо. Еще одна героиня, которая приехала к нам из Станкт-Петербурга. Диана. Встречаем ее. Привет, Диана. Можно тебе пожать руку и сказать тебе от души спасибо за донышки? Потому что ты действительно стал мемом, и интернет-знаменитостью, феноменом, который сейчас обсуждает просто весь интернет. И, да, я хотела бы сказать, что... Анастасия Райли, визажист, сколько твой ролик преображения в Диану посмотрела человек? Мой ролик набрал миллион просмотров где-то за три или четыре дня. Давайте посмотрим, как это было. Как можно преобразиться в Диану Шурыгину за несколько минут? Внимание. Сначала немного корректирую форму своих бровей светлым консилером, чтобы сделать более прямыми. Короче, жесть, потому что я тоже не могу перестать улыбаться прямо как Диану на программе. Тебе сколько лет, извини? Мне 23 года. 23 года. Вот как ты относишься в свои 23 к этой истории? Считаешь ли ты, что она действительно антигерой? Данная история помогла заявить всему интернету о том, что на самом деле такое поведение для девушки неприемлемо. И Диана, поскольку она набрала популярность очень быстро, она сейчас на пике. Вот просто. И также она будет стремительно забываться, я думаю, как набрала популярность. Но она сейчас должна всю эту популярность, которую она набрала, направить в нужное русло. То есть как-то попытаться отбилить свою репутацию, чтобы с этим дальше жить как-то. А можно тебя спрошу, Диана? Вот на то, тебя обвиняешь на первой программе, ты была вот так в образе такой овечки, накрашена вся в макияже. С первой программы. Ты сама это? Потому что у тебя образ первой программы все-таки, Диана. Ты сама красилась на первую программу? Нет. Это красили стилисты, то есть выбирали тоже они сами. То есть это так тебя увидели стилисты и так они тебя сделали? То есть это не был твой выбор? Нужно все-таки подчеркнуть, что многие обвинили ее. Почему вот эта история в интернете стала там для Дианы чем-то, а для ее, так сказать, насильника? Она ничем не стала вот этой историей в интернете? Можно я скажу? Нет, ну просто для молодых людей, что им так себя вести нельзя, например. Конечно же, это как плохой пример для подражания как девушке, так и парню. Это, по-моему, очевидно. Вы просто решили, что она хочет быть примером для подражания. Вы написали, что журналисты Архитт. Живет человек себе, живет, никого не трогает, с ней произошла ситуация. Почему вы все решили, что она какой-то пример хочет подавать? Превратили ее в культа. Она стала культом. Она выкладывает обнаженные фотографии. Она стала культом. Вам поступают звонки о том, как бы и задействовать внезапным образом стримглав, ставшую популярной Диану, в своих деловых проектах. Правда ли, что вам звонят и хотят, чтобы Диана принимала участие после, пусть говорят, в разных рекламных акциях? Да, конечно. Тогда скажите мне, кто хуже? Она, как говорят, утверждают многие безвинно страдающие там какой-то ублюдок. Кто хуже? Или вот эти люди, которые вам звонят, чтобы девчонку задействовать в своих главных проектах? Кто из них хуже? У меня есть ответ? Хочу вашего услышать. Ну, понимаешь, мир, как здесь уже сказали, сошел с ума, и поэтому все делают деньги. Люди, которые зарабатывают на рекламных контрактах, они придумывают, как заработать на популярной сидении. А теперь маленькая сценка из поезда. Паша, я никогда не знал, что доживу до времен, когда Пятницкий будет ходячим воплощением морали. Чтобы ты понимал, сайт на донышке продается, да? Цена продажи 9 миллионов 700 тысяч рублей. То есть до эфира он никому не был нужен. Я хочу вам сказать, я смотрю на жизнь философскую. У меня 8 детей. Если вы хотите сказать, допустима ли такая ситуация в моей семье, я, недопустимо, но это моя семья. И там не будут таких, даже намека на эту ситуацию. Мне просто сказали, что мы можем конструктивно конструктивно разобраться в этой ситуации. Тут так все орут. Мне прямо так стыдно, если честно. Мне очень стыдно. И тут просто все жутко орут. Они обсуждают совсем не то. У меня было реально много доводов. Защита очень плохо защитает. Я за Николая тоже. Он абсолютно прав. Мне очень противно, что тут находится. Я, слава богу, не сняла ни одного видео про Диану. И мне очень стыдно. Пожалуйста, можно я веду? Прошу. Я не хочу больше. Пошла в историю? Андрей, пошла в историю? Тут ситуация, там в другом. А вот Заниярд Доктометов, оставила точку в своей... А вот Заниярд Доктометов не уйдешь, потому что он вошел в историю, когда Тимати Ольга Львовна тоже уходит. Нет, она мне необычная сказала, дай мне грудь. У вас грудная помада уходит. Ольга, вернитесь. Ольга, умолен. Так, мы сейчас успокоим зал, который сегодня на пределе. Короткая реклама сразу после этого. Чем собирается заниматься в жизни Диана Шурыгина? Какие ее планы? Оставайтесь с нами. Если вы знаете героев этих популярных роликов... Спасибо, что продолжаете нас смотреть на донышке. Тема программы сегодня, накануне 8 марта, Диана Шурыгина отвечает на вопросы всех, кто ее любит и ненавидит. Ты все-таки записал тоже песню, посвященную Диане. Почему? Можно я подойду? Конечно. Я просто, по сути, боюсь подходить. И поцелуй. Блогеры влияют на всех, потому что все к ним прислушиваются. Диана, к тебе прислушиваются. И у меня такое ощущение, что я скоро женюсь, у меня появится дочь, и я боюсь услышать, папа, а классно с пацанами идти на тусу свои 16 лет. Извините, извините, я закончу, я закончу. Не посмотреть на блоге. Канал культуры смотрят. Влияй, я не хочу уже ничего. А как ты ответишь ей на вопрос, если она тебя спросят, папа, это круто идти на тусу в 16? Я скажу, не сажай на 8 лет хотя бы. Серьезно. Если честно, вот из всех доводов, зачем, зачем парня садить на 8 лет? Скажи мне, девочка, он вообще не виноват. Ему бы дать год условно и не больше. Это обрезан. Ну что там обрезан? Ну, конкретный смысл. Оценочное осуждение отца, это не может быть фактом для следствия. Это понесо. я не могу. Папа, я не могу. я не могу. я не могу. И он тоже готов ответить на все вопросы. Встречаем Алексея. Вы почему будете с одной стороны факты проценивать, что ты хайпануешь, заняв непопулярную позицию, отмечать тебя с этого. Владислав, Алексей, вот только что говорили еще раз, блогеры подчеркивали, которые внимательно смотрели все эфиры и все интервью, что в одном из эфиров вы сказали, что Диана была беспомощной, доступной и насильник воспользовался этой ситуацией. Конечно. Понимаете, вот сегодня я... Папу спрашиваю, твой отец уже семейство? Он уже отцом семейства стал. Ты придираешься к словам. Сейчас задают вопрос, дайте ответить. Да, пожалуйста. Алексей, зал тише. Во-первых, это монтаж. Там из 20-минутного интервью, которого я давал, сделали 15 секунд. Дочку вы так назвали легко доступно. Это не монтаж. Были уже произвести слова вырванные из контекста просто общего разговора. Вы же говорили конкретную мысль, что жалко парня, что ему бы дать один год условно. Ну же было такое. Ну скажите, было такое или нет? Было такое. Смотрите. Было такое, что просили взятку? Было. Нет. Будет комфортно. Сами сказали. И мы все решили. Давайте послушаем. Внимание. Ну вот опять вот. Просто не даю сказать. Честно, мне жалко. И мать его жалко. И его жалко. Ну много, на мой взгляд. Так год условно хватило просто, чтобы он осознал. Он не маньяк никакой. Он нормальный пацан. Просто выпит алкоголь, там может что-то они покурили, там наркота там у них была. И тут вот как бы вот она доступная девочка. Но это же были произведения слова. Я до этого говорил 10 минут. И после. По словам. Там по словам. Давайте дадим поговорить. Мы просто объединяем сегодня то, что взрывает интернет и то, что может быть, знаешь, мешает для ощущения правильной позиции. Дайте слово. Пожалуйста, но я считаю, что мы живем в правовом государстве. Случилась ситуация. Мы обратились в полицию, в следственный комитет. 8 месяцев следствия, 2 суда. Какие вопросы сейчас вообще по произносилу? Я там в этом видео говорил. Если человек осознает, он совершил ошибку. Но он не как мужик. Он не может признать свои ошибки. А вы осознаете то, что вы совершили? А что я? Вы тоже с мамой. Вы проживаете? Вы с мамой Дианой Вы понимаете, как вы ее восстановите? Если вы говорите об этом. Это было бы доступно. В плане того, что она не царапала глаза. Да что вы говорите? Да нет, в этом смысле сказано. Да откуда ты знаешь пока? Откуда ты знаешь? Я все говорила, как текст приступлений. Вы с мамой Дианой во сколько лет мы начали жить и ее родили? Ну это же не ошибка. Это же не ошибка. Это же не ошибка. Это же не ошибка. Ольга Львов решила вернуться. Мама Дианы мы решили пересесть. Удобно сидеть в танке. Да будьте добры. Давайте, давайте мы сейчас посмотрим фрагмент видео, который записал Данияр, посвященный Диане. После этого мы продолжим. Случайно подкопил тебе солнышко, в руках твоих бокал вина. На донышке. Влюбился я в тебя так сразу. В смысле сразу? И предложил я выпить нам с тобой по разу. Я посадил тебя в такси и попросил, чтобы курсанул, а ты зашла домой. Просто я заснула. А через недельку я вижу, пусть говорят тебя, ты посадила за решетку нормальных ребят. А сколько там плохого? Слышь, мозгой все подкачают не верхнюю губу. Мне жаль родителей твоих, что станцевали под твою дуду. За свою актерку получишь Оскара Золотого. И где-то плачет Ди Каприо, что не смог отыграть роль такого рода. Ди, Ди, Диана. Диана, Дина, Дина и Дина. Чтоб вы сдохли все. Спасибо. Что ты рвешь? 5 секунд, я просто хочу сказать, мы в группе поддержки, и Диана сейчас завела новую группу, просто вы не представляете, какое количество девчонок, которые сейчас изнасилованы, и они боятся. Все как Диана, все как не такой же популярный. Диана, четверо моих одноклассников насиловали во дворе школы, держали меня за горло, когда я училась в 7 классе, и когда я вскинула голову, я увидела, учительница математики смотрит в окно. И я подумала, что вот сейчас кто-то прибежит, директор, завхоз, никто не прибежал, и нам об этом надо говорить, это страшнее. И тут она права, что изнасилованы, и боролись за честь школы. Вот у меня сейчас, да, у меня сейчас, как у отца троих детей, да, одна у меня дочь, у меня сейчас желание просто посмотреть в Харю. Это учительница математики, да, они бились за честь школы, и теперь эта женщина пишет, она говорит, я вожу своих уже детей в эту же школу, а их родители тыкают, говорят, это же ее шпилили там во дворе, до сих пор в меня. Ладно, вы знаете, сколько таких учителей математики по стране? Я и говорю, тысяча. И сколько денег, что таких по стране выросло? Не мусолить уже Диану, не мусолить, я ко всем блогерам хочу обратиться, к рэперам, к недорэперам, к зализаным, к лысым. О чем? Давайте мы будем просмотры направлять на другой, если у вас есть просмотры, если вы ловите этот хайп. Давайте будем молодежи говорить, что не надо бояться, не надо с родителями конфликтовать, надо что-то сказать. Найдите друга там, какого-то старого, придите к психологу, то есть будем доносить до них, потому что реально на поколение мы наплевали. Мы те, кто старше, и вы, кто старше нас. И наша задача этих просмотров, вот этой программы, да, сказать, что молодежь не конченная у нас, молодежь хорошая, просто надо их направить в русло. Старшее поколение блогеров, бывший работник полиции Михаил Нефёдов, один из пяти популярных блогеров в живом журнале России, сегодня тоже на этой программе, и у него есть своя точка зрения на все происходящее. Встречаем, Михаил. Добрый вечер. Я, наверное, хочу сказать очень ужасную вещь, потому что у меня большой опыт работы в правоохранительных органах, и я сталкивался с подобными Дианами, то есть несколько десятков девочек ко мне приходили, и я прекрасно понимаю эту ситуацию. Первое, что, во-первых, изнасилование, это преступление одно из самых латентных, и до полиции практически никто не доходит. Это надо прекрасно в себе понимать и отдавать отчет. Второе, в данном случае в Диане мы видим раздвоение личности. Она со своими друзьями и подругами одна, это такая оторва, просто от дома она папина дочка и очень боится родителей, то есть по ней видно. Я не могу здесь винить родителей, родители здесь тоже правы, потому что, увидев такую ситуацию, они повели ее в полицию, правильно сделали. Но Диана испугалась сказать им до конца правду, что это такой сейчас образ жизни у подростков, они этим живут, и это для них считается нормальным. Помимо того, что я уже объяснил, есть еще правоохранительная система, и она попала в лапы нашей правоохранительной системы, которая работает как машина по отработанной программе штампует. Соответственно, когда отец говорил про то, что там можно за миллион, когда я услышал миллион, все подумали, что он на этом зарабатывает. Возможно, там есть какая-то доля, которую он положил себе в карман. Но как работает правоохранительная система, мы все прекрасно знаем. Чтобы вывести одного фигуранта дело, нужно заплатить деньги. Чтобы вывести второго, еще больше денег нужно. Поэтому, возможно, этих денег не оказалось, и парень оказался за решеткой. Вы понимаете, что за последние 4-5 лет в стране многое поменялось? И не так все легко, как раньше ты мог занести миллион, и вывели человека из следствия. Не так уже легко. Все друг на друга смотрят и стучат. И судьи, и прочее, и мышь не проскочит. Ребят, времена меняются. Секундочку, у меня поменялось. Я не закончил. Но, тем не менее, последние новости про то, как судьи одного московского суда приезжают на шикарных машинах, оставляют за 200 метров и делают вид, что идут пешком. Мы тоже все знаем про это, да? Давайте скажем. АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей, вы подняли вопрос. Самый главный. Что этот дом как стоял, так и стоит. У меня как вам прохранитель орган, к вашим коллегам, которые сейчас смотрят этот многомиллионный эфир. Ребят, обратите внимание на этот дом, на эту блат-хату. И на все то, что происходит в Ульяновске. Сами люди, живущие в Ульяновске, понимают, что дело не только в Шуригиной. Дело в том, кто это все устраивает. Оно продолжается. Эфир прошел. А все вот пронесся мимо пояса. Мы продолжаем жить этой жизнью. Это кошмар. Соберитесь вместе, как-то решите на районе. И все будет нормально. Миша, Миша, а вы заметили по отцу, вы заметили по отцу Дианке, что отец Дианы на самом деле в этом семействе один из самых адекватных людей. И он близок к тому же, чтобы сказать нам эту самую сермяжную, домотканную правду. О том, как они там все это сделали, согласись, Эд. Наталья говорила про суд. У нас суд честный, было два суда, и оправдали Диану, и парня посадили. Я скажу про свою ситуацию. У меня друг сидит в тюрьме за изнасилование. Семь экспертиз доказала, что девочка была девственница. Но его посадили, но на 10 лет. Потому что попросила ее сторона 700 тысяч евро. Понимаешь? Вот тебе суд весь. А вы считаете, нормально, что Диана стала такой популярной в стране? На самом деле это просто ужасно. Я выбежала за девочкой. У нее были основания заплакать после того, как здесь стоит и гам, и шум, и смех. Я хочу сказать, что у каждой женщины или был вот на грани, когда ты проходишь, и тебе угрожают. И у многих были истории, которые перенесли. Сегодня эпидемия, об этом говорить. Это хорошо такая открытость. У нас уже открытое правительство, у нас все открытое. Или это плохо. И мы не знаем, что с ней дальше будет. Сегодня она звезда интернета, завтра ей подворотнее могут голову сломать. Это жутко опасно. Роман Поланского до сих пор не пускают в Америку. Это было полюбовное согласие. Тем не менее, это клеймо на нем стоит. Он не может вернуть в страну. Это знаменитый режиссер, премия и так далее. Там есть и вина Дианы, и вина этого Сергея. И каждый из них понесет. Сергей уже несет свое наказание. А Диана в дальнейшем может понести свое наказание. Я хочу, чтобы мы перенеслись сейчас в заключение эфира в Ульяновск. В квартиру, где вы уже не живете, Наташа. И где еще тогда до появления на национальном телевидении вы рассказывали о том, как вы воспитывали свою девочку и какой она была в детстве. Внимание на экран. Конечно, она тот же ребенок, какой и была раньше. Дитю-дитю, но она всегда красивая была. В принципе, она всегда висела людей. А вот это, кстати, первые каблуки я ей купила. Мне так это нравилось. Первый раз она каблуки одела, Дианка, у меня тут. Гуляли, позировали. Она всегда любила фотографироваться. Она первый раз одела платье такое. Я потом в нем еще ходила. Ну, это, можно сказать, наше платье. Дело, конечно же, не в коротких ебках. Да я не так часто их, если честно, и носила. Конечно, летом шорты. И я в этом не вижу ничего такого. Я даже не стала какие-то фотографии выбирать, которые все гнобили. Да, вот она такая сякая. Нет, я в этом не вижу ничего такого постыдного. Это фотографии с лета, где я в шортах, в купальнике. Я не вижу в этом ничего такого. Родители меня всегда поддерживали. Достаточно, как бы, многое мне разрешали. Знаете, покрасить волосы, да. Папа, конечно же, всегда, то есть, как бы, не надо, зачем портить. Да, мама такая, нет, она же девочка, это надо. Надо, как бы, хочется попробовать, да, что-то новое. Никогда мне ни в чем не отказывали. Принимали всех моих кошек и котят, хомячков и так далее, да, которых я приносила. Они всегда сначала, конечно, может, и поругали, а потом уже привыкали. А ты такая кошатница, котенка увидела домой бы сразу? Ну, блин, если бы... Вообще сейчас мало котят, сейчас зима, так бы, да, наверное. Я бы всех котят из детства таскала, да, домой. Диана, здесь сегодня уже прозвучала на эфире эта мысль о том, что... Спасибо. У тебя есть шанс, имея вот такую популярность, шанс помочь девочкам, которые не могут сказать, да, которые стесняются, потому что с тобой они могут быть более откровенными, да, они могут тебе рассказать, написать, вы одного возраста. И вот, может быть, все, что происходит в твоей жизни, это вот сейчас твоя миссия такая, да, помочь тем, кто слаб, помочь тем, кто молчит, помочь тем, кто боится. И, скорее всего, вот я бы посоветовал тебе подумать об этом, потому что ты сильная девочка, и у тебя это может получиться. Как ты думаешь? Я хочу сказать, что все девочки разные по характеру, по внешности, и каждая реагирует на разную ситуацию по-разному. И вот эта вот ситуация, когда вот люди интернет поддерживают насилие, они защищают насильника, очень многим это просто закрыло рты. И я в ближайшее время, я хочу создать анонимную, закрытую группу поддержки для всех девочек, женщин, которые действительно нуждаются в помощи, именно анонимную и закрытую. И я хочу помогать людям, девушкам и женщинам, чтобы я буду отстаивать их до конца, помогать им. Вот я уверен, что и Эдуард, и Николай, нет, мы могли бы включиться в эту всю историю. Но Диане же правильно, Андрей, ты же правильно сказал на прошлом эфире, Диане надо измениться. Не орать не вот это, а ты, а ты там, то, то. Нет, ну когда она получает агрессию, люди не меняются за один день, и за 10, да? Требуется время, и мне кажется, что всем здесь нужно измениться, и прежде всего обществу, которое так реагирует на все происходящее. На сегодня все, береги себя, своих близких, до свидания.